Приветствую вас! Сегодня мы поговорим о сильных сторонах. Я думаю, что эта тема вам понравится больше, она все-таки поднимает нашу самооценку, как говорят психоаналитики, наркотически подпитывает. Ну давайте сегодня подумаем о том, как нам понять свои сильные стороны. Во-первых, конечно же, важно понять, к кому вы себя относите, как в обществе принято делить людей на гуманитариев и технических специалистов. То есть у кого-то голова работает о том, как зашить, как вязать, как изучать какие-то иностранные языки. У других голова работает о том, как начертить, как отмерить, как засунуть, как взболтать, создать, прикрутить и так далее. То есть такие технические моменты. Очень важно понять, на что вас тянет, куда, к чему вы ближе. Как правило, это формируется нашей средой, в которых мы воспитывались, но иногда и возникает противоположность. То есть ребенок, воспитывающийся в семье с техническими родителями, может стать гуманитарием, и это нормально. Второе, я предлагаю вам такой самый банальный способ, это все-таки вспомнить то, что о вас говорили. Что о вас говорили бабушки, дедушки, ваши родители, в какой момент времени они подмечали те или иные ваши качества. Я предлагаю вспомнить те позитивные какие-то моменты, когда вы что-то делали, и они говорили, вау, классно, здорово получается. Это такие моменты, которые так или иначе в вашей жизни наверняка присутствуют и сейчас, а значит вы в каких-то жизненных ситуациях сможете это применить. Третье, это вспомнить ваши жизненные ситуации прошлого и попробовать подумать, что внутри меня тогда помогло мне реализовать это. То есть, допустим, вы вспоминаете какую-то ситуацию. Например, вспоминаете какой-то жизненный кризис, когда вам было трудно, когда, например, вы работали и у вас что-то не получалось, но потом вы что-то сделали, как-то вот у вас что-то получилось и, в общем, жизнь наладилась. Вот здесь такие моменты можно вспомнить и попробовать себе задать вопрос, а какое качество внутри меня тогда мне помогло реализовать это. То есть, что тогда я мог там почувствовать, изменить, сделать, что мне помогло. Также, естественно, мы можем взять самые простые, всем известные такие качества человека, как, например, целеустремленность, пунктуальность, не знаю, там, коммуникативность, да, то есть вот такие вот качества и, соответственно, протестировать их на себе, да, спросить себя, а я вот могу себя отнести к этому качеству, а это качество могу я сопоставить с собой, да, ну и, соответственно, таким образом подбора мы можем понять, а это качество наше или нет. Ну, это такой, конечно, вопрос с уровня сознательного, да. Вот, вообще, в принципе, сильные стороны это то, как мы себя описываем, и чаще всего, естественно, они формируются таким неким, знаете, бронжилетом вокруг нас, да. Конечно, важнее, когда мы не на уровне сознательного эти все качества знаем, что я такой-то, 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 да, а именно умеем их проживать. Поэтому я вам предлагаю учиться проживать эти качества, чтобы они были в вас спонтанны. Естественно, как нам какой-нибудь когнитивно-поведенческий психолог скажет о том, что, ну, вы знаете, путем определенного повторения действия мы можем сменить это качество, и оно внутри станет нас другое. Ну, вот, например, можно попробовать, да, то есть можно попробовать через определенное повторение каких-то действий что-то у себя поменять. Ну, пользуйтесь и пишите в комментариях, какие ваши сильные стороны.